Книга «Открытым оком», том 5, тема канонизации, вопрос 1498. Можно ли сравнить старцев Оптиной пустыни и современных старцев, таких как Иоанн Крестьянки и так далее? Откуда старчество пошло? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Книжные знания нужно обкатывать в жизни. Опыт долголетних всегда почитался во всех народах. Там Аксакалы, совет старейшин был и есть. Они могут давать советы с проглядом вперед. Молодые же, не имея опыта, любят властвовать, гонор показать независимость свою. И плоды их совета будут глотать поколение за поколением. Сын мудреца Соломона был уже не в отца, как говорят. Природа отдыхала на сыне, выдала Херахов 47-28, худного разумом Роваама, который отвратил от себя народ через свое совещание. Куда в уме его заключалось в том, что он пренебрегал совет старших. Третий царь, 12-14. И говорил он по совету молодых людей и сказал, Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Второе, Паральпоминон 10-8. Но он оставил совет старейшим, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими предлицами его. Иов, 12-12. В старцах мудрость и в долголетних разум. Ирахов, 6-35. Бывай в собраниях старцев, и кто мудр, прилепись к тому, люби слушать всякую священную повесть и притчи разумные, да не ускользают от тебя. Ирахов, 25-7. Как прекрасна мудрость старцев и как приличны людям, почтенным рассудительность и совет. Нет. Но это только тогда так, когда старцы сами упражняются в законе Божьем, верят в Бога и верят Богу. А что спрашивают тех, кто в Библию не заглядывает, а только теплится на том, что познал в детстве от бабушек, день и ночь на службе простоял, думая не по Слову Божию. А как научился от тех, кто тоже не по Писанию мыслил? Псалтирь, 118-й, 99-й, 100-й. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеление твоих храню. Терахов, 42-8. Не стыдись вразумлять неразумного и глупого, а престарелого, состязающегося с молодыми, и будешь истинно благовоспитанным, и заслужишь ободрение от всякого человека. Иов, 32-9. Не многолетние, только мудры, и не старики разумеют правду. Кавычки закрыты. Просвещенный от Духа Божия, по Слову Божию, может и другим давать совет. И старчество мыслится именно как иметь доброго старшего товарища-советника. А из него сделали и кормушку для этих старцев, и путь к безумной канонизации их. И вырастили племя совершенно безмозглых прихожан, которые шагу не могут шагнуть через этих неразумных, непросвещенных, Словом Божиим, старцев. Лезут в такие старцы, хоть очень охотно молодые, зеленые, желторотые, но чрезвычайно надменные и гордые, неканонично до 30-летнего возраста, возведенные в сан Презвитера и Игумена. Недоросли советские. Недоросли советские. Вадим мы, Духом Божиим, востребован Богом. Целтирство 4.22 Чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старешнего учил мудрости. Циту 2.2 Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравой вере, в любви, в терпении. Премудрость Соломона 4.9 Мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь, возраст старости. Какие были оптицы старцы, это уже никогда не узнать. Но то, что они жили не по прямому указанию Христа, не шли в мир на проповедь, а забились толстые монастырские стены, уже ставят их не в число чутких учеников Христовых. Они скрылись в монастыри, которые не по указанию Слово Божия основывались, а по византийщине, пришедшие к нам с князем Владимиром. Истины евангельского пути на Руси никогда не знали и не шли точно евангельским путем никогда. Возникновение старчества как специнститута, это ведь тоже не от того, что народ знал Библию. Как раз наоборот, что ничему не знали по Слову Божию и не понимали. И за каждым пустяком лезли к этим мудрецам, бородатам в монастыри. И слово их принимали как бы от самого Господа Бога, как нынешнее решение суда от имени Российской Федерации. А в советах тех столько было не просто не евангельского, но даже и явно противоевангельского. Этот капкан захлопнулся для старчества очень крепко и очень быстро. К этому положению всезнающих оракулов и советников шептунов человек привыкает в один день. А потом начинают безумные канонизации и даже уже сошедшего с ума под старость любое движение гупьев. Даже во сне сказанное им слово прихожане, приверженцы этих мудрецов провозглашают с великой им несравненной божественной мудростью. Простите, даже во сне сказанное им слово прихожане, приверженцы этих мудрецов провозглашают с великой им несравненной божественной мудростью. Только и скажешь, еродивая Русь, и сравнивать не нужно этих с теми, а сравнить нужно их жизнь и слова только и единство со Словом Божиим. Исайя 8.20 Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Иеремия 4.23 Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста на небеса, и нет на них света. Известный московской патриархии стариц Иоанн Кристианкин сошел с ума. Публикуемое ниже письмо говорит само за себя. Архимандрит Иоанн Кристианкин лично широко известный среди паспорт РПЦ МП. Многие считают его опытным духовником и прозорвенцем. С другой стороны, известна непререкаемая позиция отца Иоанна в отношении РПЦЗ и катакомбной церкви, которых он публично именовал расколами и сектами. Его призывы сохранять верность московской патриархии, сплотиться вокруг патриарха, его восхваления прежним советским патриархам отражены в его проповедях, опубликованных частично в журнале московской патриархии. Известно также, что в молодости отец Иоанн был непоминающим, отказывался признавать духовную власть митрополита Сергия Строгородского. Однако, через некоторое время он резко изменил свое отношение лично к митрополиту Сергию и к его церкви. Это произошло по признанию самого отца Иоанна, после того, как митрополит Сергий однажды явил своему видение, представив себя в образе мученика за церковь и слову, и укорив его за сомнения. «Являясь почти постоянным насельником Псово-Печерского монастыря и свидетелем совершавшегося там в советское время и коммунистических молений и служений, отец Иоанн не произнес ни одного слова обличения и даже сожаления по всему поводу. Наоборот, несмотря на многочисленные обращения к нему, просьбы объяснить, как можно оставаться в МП при таких вопиющих ересях и беззакониях, которые там совершаются, Псиан ссылается на свидетельство митрополита Вениамина Фиченкова о «богодухновенности» Сергея Арнства и оправдывал все добровольностью послушания патриарха». Письмо из Печор Псковских. «Как известно, в епархиях Московской патриархии в последнее время усиленно распространяется слух о болезни, немощи и затворе широкоизвестного великого старца современности, в кавычках, отца Иоанна Крестьянкина и знаменитого Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря Московской патриархии. Говорят, что он якобы даже уехал в Эстонию, в кавычках, проходит курс лечения, в кавычках закрытой, и проживает в загородном доме одного из своих многочисленных, в кавычках, духовных чад. Его нежелание жить и лечиться в самом монастыре, имеющем Лазаревский лечебный корпус, оборудованный немецкими протестантами и экуменистами по последнему слову медицинской техники, объясняет его серьезными разногласиями с наместником Тихоном Секретаревым, личностью действительно более чем одиозной. Что же происходит на самом деле? Как рассказала недавно покинувшая монастырь, бывшая много лет филейница, другого знаменитого старца Андриана Елена Густо-Варова, Иоанн Кристианкин попросту впал в старческий маразм, как простой и грешный мирянин. Это вызвало дикий страх сединосельников, считавшим его «великим старцем», в кавычках, и прекрасно знающим по святогорскому старческому опыту, что подобное может случиться только с лжестарцами-ретиком, так как настоящие старцы сохраняют полную ясность ума до последнего момента земной жизни. На наших глазах рушится миф официозного старчества, созданный в московской патриархии, и долгие годы поддерживающейся в головах многочисленной пасты. Лена Густаварова рассказала, что ей удалось увидеть отца Иоанна, не встающего с кресла без посторонней помощи, откровенно впавшего в детство, никого не узнающего, не понимающего того, с чем к нему обращаются. В монастыре паника и разгрот. Монахам строжайше запрещено общаться с паломниками и уж тем более обсуждать тему здоровья Иоанна Кристианкина. В самих Печорах среди верующих обстановка также близка к панике. Во Пскове тоже, особенно после того, как недавно во Пскове сгорел Датлас Вертогорский женский монастырь, восстановленный в середине 90-х годов на деньги американских и немецких экуминистов. До сих пор специалисты не могут установить причины пожара и понять природу этого необычно сильного и быстрого сгорания, полностью уничтожившего весь монастырьский комплекс. Верующие же Псковичи однозначно называют этот пожар карой небесной за откровенный экуминизм, который практиковался в священном начале монастыря и его насельницами. В СМИ до сих пор тщательно скрывается факт этого страшного пожара. Происшествия тщательно стараются замолчать. Необходимо добавить, что вышеупомянута келенница отца Адриана Елена Густаварова 35 лет тому назад, оставив обеспеченную жизнь в Москве, переехала в Печоры, чтобы посвятить жизнь церковному служению, во многом прельстившись авторитетом, в кавычках, знаменитых царцев, в кавычках, закрытой отца Иоанна и отца Адриана. Продав редчайшую коллекцию семейных ценностей, она передала отцу Адриану миллионы советских рублей на монастырь и прочие нужды. Безропотно и смиренно эта благочестивая женщина взирала на то, как отец Адриан каждый год покупал в Печорах дома и квартиры для своих многочисленных чувашских родственников на ее деньги. Можно понять ее отчаяние, решение покинуть монастырь, когда она поняла окончательно, каким, в кавычках, старцем она служила. От отца Адриана побежали и другие чада. На глазах рушится авторитет, еще недавно непререкаемый, еще недавно непререкаемый, в кавычках, знаменитого, Кова Печерского старчества, в кавычках, закрытым. Как, собственно, и весь миф о, в кавычках, знаменитых старцах московской патриархии. Кстати сказать, известный своими отчитками псковский ермонах отец Пантелеимон, имеющий много духовных чад среди москвичей и питерцев, еще несколько лет назад запретил приезжающим к нему во Псков посещение Псково-Печерского монастыря, называя его местом праздным и бесполезным. Последние события на Псковщине заставляют местных верующих все больше задуматься над тем, что же представляет из себя блестящая шоу-группа, блестящая шоу-группа в кавычках, под громким названием «Русско-Православная Церковь в действительности». Многогрешные рабы Божия Б. Георгий и Олег Ф. Город Печеры-Псковские, 1 по старому стилю 14 ноября 2002 года. Ф. Фактически выжившего из ума Иоанна Крестьянкина сейчас прячут ото всех в самом монастыре, придумывая легенды о лечении в Эстонии. Продолжение следует... Продолжение следует...